В период проведения акции сотрудники ГИБДД проведут дополнительную работу по обеспечению безопасности несовершеннолетних водителей мопедов, скутеров и велосипедов. Экипажи ДПС будут максимально приближены к местам массового нахождения детей, а также на наиболее аварийно-опасных участках улично-дорожной сети. Кроме этого, пройдут профилактические рейды, направленные на выявление нарушений ПДД данной категории водителей. Напомним некоторые правила, соблюдение которых поможет избежать неприятных ситуаций на дороге. Управление велосипедом по дорогам разрешено только подросткам, которым уже исполнилось 14 лет. До этого возраста велосипедистам можно ездить только во дворе, на стадионе, при школьной территории, в парке, на специальных площадках, либо по тротуарам и пешеходным дорожкам, не создавая при этом помех пешеходам. Велосипедистов до 7 лет должны обязательно сопровождать взрослые. Управление мопедом или скутером разрешено лицам не моложе 16 лет с водительским удостоверением категории М и подкатегории А1. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. Иными словами, при пересечении дороги по зебре водителям велосипедов и мопедов необходимо спешиться и вести свое транспортное средство рядом с собой. Садясь за руль мопеда или скутера, юные участники дорожного движения порой не задумываются о своей безопасности. Не думают они и их родители, которые не принимают во внимание возраст детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а также навыков управления транспортным средством. Стоит помнить, что попадав даже в незначительное ДТП, ребенок может получить серьезные травмы, а то и вовсе поплатиться жизнью. Сотрудники ВДД обращают внимание взрослых, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно садиться за руль. Госавтоинспекция напоминает, что за управление совершеннолетним водителем по достижении им возраста 16 лет, мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем, не имея права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 15 тысяч. В соответствии со статьей 12.7.1 Кодекса Российской Федерации, при этом транспортный средство задерживается на специализированную стоянку. Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители, родители или опекуны, которые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КОАП РФ. При этом транспортное средство в этом случае также задерживается и помещается на специализированную стоянку.